Доброе утро! Вы смотрите Утренний Вестник на Ветте 24, а это значит уже спустя час вы будете всесторонне подготовлены к этой среде. И газеты почитаем, и о погоде расскажем, а начнем выпуск, как всегда, с новостей. Но и это еще не все. Вот о чем сегодня Утренний Вестник. Планы на майские. Чем думают заняться пермики? Наши в Петербурге еще одна легенда губернского города. Смеяться не разучились. В Кизеле играют в КВН. Что такое неприятности? Расскажем и покажем. Искусство на кончиках пальцев. О модном маникюре бьюти-бокс. Отсутствие новостей – это нехорошо и неплохо, вопреки разным афоризмам, которые есть на этот счет. В наше время так просто не бывает. И наша с вами задача – из вороха этой информации вычленить действительно важные вещи. Давайте решать ее вместе. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Ветеранам Великой Отечественной войны в этом году отремонтируют квартиры и помогут улучшить жилищные условия. Сейчас в крае проживает 11 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Им оказываются всевозможные меры поддержки. Все они к Дню Победы получат федеральные и региональные ежегодные денежные выплаты от 5 до 10 тысяч рублей. Для меня ветераны боевых действий важна поддержка тех, кто защищал Родину. Это оказание качественной медицинской помощи ветеранам боевых действий, ветеранам труда, вне зависимости от места проживания, сельская местность или городская среда. Именно поэтому выделены средства на поддержку социальных инициатив ветеранского движения свыше 20 миллионов рублей. Кроме того, мы модернизировали оборудование Краевого госпиталя ветеранов. Меры поддержки ветеранов обсудили на заседании Краевого правительства. В прошлом году за счет финансирования федерального бюджета 16 ветеранов улучшили свои жилищные условия. За счет региональных средств порядка 300 ветеранам произведен ремонт. В этом году условия улучшат, в том числе проведут ремонт еще 15 ветеранам. Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что ветераны ждут помощь, заботу и поддержку здесь и сейчас. Поэтому упор необходимо сделать по всем направлениям. Большое внимание необходимо уделять адресному сопровождению. У нас есть служба социальных участковых и здесь, конечно же, пристальное внимание к нуждам и потребностям ветеранов должно быть проявлено. Тем более, что мы понимаем, что в режимах ограничения на социальных участковых лежала основная ответственность и лекарственного обеспечения, и где-то предоставление иной помощи социальной. Для ветеранов также действуют транспортные услуги, службы и социальные такси. Они могут ездить в медицинские организации и другие социально значимые учреждения. Услугой воспользовались более 100 человек. Северное кладбище Перми, на котором захоронено более 200 тысяч человек, перестанет расширяться. Некрополь уже достиг размеров небольшого города, и новые локации для захоронений здесь строить невозможно, сообщают городские власти. С 12 мая мы переходим в режим захоронения в родственную могилу по истечении кладбищенского срока и под захоронение в коротственной могиле, где позволяют санитарные нормы. Северное кладбище стало общегородским еще в 1982 году. К настоящему моменту оно занимает 250 гектаров земли. Его работу приостанавливали еще в 2015-м, как и черпавшему свои резервы, но тогда под погост определили дополнительно 30 гектаров резервной площади, и его работа продолжилась. К настоящему же моменту Северное кладбище заняло уже всю территорию, определенную городским генпланом. Северное кладбище перестанет разрастаться, и оно и так уже крупнейшее в Европе, второе место занимает по России. Поэтому, скажем так, разрастание его прекратится, и нашлись пути решения этой проблемы. В четвертом квартале этого года под новые захоронения городские власти планируют открыть восточное кладбище. Оно будет находиться в Мотовеликинском районе по адресу Сылвинский тракт, 15. Там уже выполнены работы по землеустройству и строительству подъездной дороги. Построена трансформаторная подстанция. Производится благоустройство и озеленение территории. По-прежнему действуют Головановское, Заозерское и кладбище на Банной горе. Двор одного из домов в Свердловском районе Перми превращается в свалку. Твердые коммунальные отходы отсюда не вывозят уже несколько месяцев, утверждают жители. А в непосредственной близости от свалки сразу два учреждения образования. По мусорной проблеме составлено уже пять обращений на портале «Управляем вместе». В детском саду по соседству опасаются вспышки инфекционных заболеваний. Проблемы с нерегулярным вывозом мусора в зимнее время существуют уже второй год. Зимой дорогу контейнером не чистят и подъехать к ним невозможно. Это уже не первое обращение к нам по поводу несвоевременного вывоза. Одной из самых распространенных причин является некачественная уборка дорог. Но на сегодняшний день ситуация восстановилась. Перевозчик доехал до площадки, но оказалось, что контейнеры сожгли. Принято решение предоставить контейнер для уборки скопившихся отходов. И в ближайшее время их замедлено на новые. Власти района о проблеме знают. Но, по их словам, претензия в данном случае не по адресу. И отправляют жителей разбираться с управляющими компаниями. В случае недобросовестного исполнения своих обязанностей необходимо обращаться в ИГЖН по Пермскому краю. Улица Клары Цеткин, 10. Домом по Пихтовой, 28А, управляет УК «Стройинвест». Домом по улице Пихтовой, 30А, укажет лично сервисная компания. Тем временем снег на площадке уже растаял, но за мусором так никто и не приехал. Говорят, отдых в Турции успели забронировать порядка полумиллиона россиян. И может показаться, что такие вещи просто пора перестать планировать. Просто тут Египет вроде как собрались в спешке открывать. Ходят слухи. Ну а мы, чтобы слухи лишние не подогревать, пошли в народ. И вот что люди говорят. Абсолютное большинство пермяков на майские праздники запланировали отправиться на дачу или на природу. За зиму они соскучились по солнцу и свежему воздуху. 13% еще не продумали майский отдых, но планируют придумать что-то интересное и активное. 16% опрошенных об отдыхе даже не думают. В это время они будут работать. 8% отправятся в путешествие по России или при Камью. Меньшинство планирует заграничный тур. Конечно же ехать надо будет на дачу. Снег убирать, копать, теплицу закрывать. Хоть посмотреть, что там. Потому что у нас дача как бы в крае находится, там снег еще есть. То есть такие основные это мероприятия, естественно, шашлыки. Святое дело. Я честно хочу в горы. Хочу походить по тропам, подышать воздухом. Ну морской, конечно, отдых тоже прекрасен. Но вот в этот раз хочется как-то подышать, насладиться пейзажами. Я работать буду. Я люблю работать. Поэтому для меня праздник, когда работать можно. В выходные, если, например, майские праздники, будет спокойно и хорошо, да, отправлюсь на дачу, приводить в порядок, радоваться первым светущим крокусам, появляющимся тюльпанами, нарциссами. И вот труд. Самый лучший отдых. Мечтаю съездить в Казань и в Вилабугу. Очень, говорят, там красиво, чисто, приятно, все хорошо. На дачу поедем. Открывать дачный сезон. Да. Розами, Саша. Чтобы эстетическое удовольствие получать летом. Вот правильно говорят, нет пророка в своем отечестве. Насколько я знаю, когда пермский архитектор построил Казанский собор, многие в Петербурге говорили, и зачем же мы приглашаем сюда всяких этих итальянцев, зодчих, если у нас такие таланты имеются? А вы не знали, что Казанский собор возвел наш земляк? Так вот, есть такая легенда. Новоникольская церковь в Усолье во время паводка превращается в остров. С высоты птичьего полета можно наблюдать, как обособленно храм стоит посреди воды, отрезанной от большой земли. Памятник архитектуры появился в селе в 1813 году. В память об Отечественной войне 1812 года. Благодаря уроженцу Усолье, архитектору, создателю русского классицизма Андрею Воронихину. Родился будущий зодчий в 1760 году в семье крепостных крестьян графа Александра Строганова. По одной из версий, Андрей Воронихин – внебрачный сын графа, который сыграл большую роль в его обучении и карьере. В то время Усолье – центр владений Строгановых в Прикамье. Здесь хранились произведения искусства, собранные с разных концов мира. С детства Воронихин изучал основы живописи в мастерской иконописца Гаврила Юшкова. А чуть позже за счет графа отправляется в Москву. Получает вольную, но остается служить при дворе и переезжает в Петербург. Много путешествует по России и Европе. После реализации нескольких успешных проектов Воронихин получает в 1800 году заказ на строительство знаменитого Казанского собора. В то же время строит горный институт на Васильевском острове. В Прикамье Воронихина считают автором не только Никольской церкви, но и усадьба Голицыных, она также находится в Усолье, а также дома, управляющего имением Строгановых в Ильинском. Думаю, если бы сегодня кто-то из пермяков реализовал бы какой-нибудь знаковый архитектурный проект, это тоже стало бы значимым информационным поводом. Но за неимением такового мы не перестаем искать интересное, о чем пишут, и каждый день у нас пресс-парад. Российские туристы смогут вылететь в Египет с чартерными рейсами. Уже во второй половине мая может быть возобновлено авиасообщение с одними из самых популярных курортов Египта, Хургады и Шарм-эль-Шейхом. В настоящее время прорабатываются возможности выполнения чартерных рейсов, приводит слова своего источника Интерфакс. Кроме того, летом может быть возобновлен туристический поток в Италию, при этом после закрытия Турции цены на остальные направления резко выросли. Эксперты, комментируя закрытие Турции, высказывались, что в ближайшее время может открыться Египет, который по дешевизне путевок мог бы стать реальной альтернативой турецким курортам. Запуск первого базового модуля для новой российской орбитальной станции должен быть обеспечен в 2025 году, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе, отметил он. Россия не планирует сокращать программу экспериментов на орбите модуля «Наука» до появления Национальной космической станции. 18 апреля Россия заявила о планах по выходу из проекта Международной космической станции с 2025 года. Телефонное мошенничество приняло в России размах национального бедствия, хотя число мошеннических звонков несколько снизилось в первом квартале этого года. По данным Сбербанка, российские граждане атакуют несколько десятков мошеннических колл-центров, в том числе расположенных в приграничных государствах. Каждый производит от 3 до 7 тысяч звонков в сутки. Результативными для преступников являются около 1% звонков. Всего мошенники делают 100 тысяч звонков гражданам в сутки. Каждый десятый звонок в России от мошенников. По данным МВД, потери россиян от хищения денежных средств за 3 последних года составили 199 миллиардов рублей. Ну вот, я же говорил, что те или иные достижения пермяков могут стать знаковым информационным поводом. Так, собственно, и получается. Следующий наш материал об успехах на ниве промышленного производства. Новости из Губахи. В рамках рабочей поездки в Пермский край предприятие «Метафракс Кемикалс» посетил заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов. Руководитель в сопровождении председателя Совета директоров ПАО «Метафракс» Армена Горсляна осмотрел производство метанола, стройплощадку комплекса «Аммиак Карбамид Меламин» и корпоративный музей компании. В ходе визита обсуждались перспективы кооперации компаний с промышленными предприятиями Пермского края и других регионов страны, возможности импортозамещения элементов оборудования на производстве, а также подготовка и привлечение квалифицированных рабочих кадров. Ключевым вопросом стало завершение строительства комплекса «АКМ». К запуску новых производств планируют приступить уже к концу этого года. Проектная мощность комплекса «АКМ» позволит выпускать ежегодно более 500 тысяч тонн карбамида, порядка 300 тысяч тонн аммиака и 40 тысяч тонн меламина. Благодаря реализации данного проекта «Метафракс Групп» планирует увеличить производство синтетических смол на 200 тысяч тонн. В связи с этим задача расширения взаимодействия с промпредприятиями становится еще более актуальной. Для ее решения на площадке 6-го Пермского инженерно-промышленного форума несколько дней назад состоялось подписание дорожной карты по взаимодействию «Метафракса» с промышленным комплексом Пермского края. Документ утвердили губернатор региона Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут. Документ нацелен на расширение сотрудничества в части промышленной кооперации, несырьевого экспорта и обмена лучшими практиками в области менеджмента и экологии. Говорят, не все потеряно, если люди не утратили способность шутить, в том числе над собой. И, знаете, это хороший знак. Ну, хотя бы так. КВН «Команда своей среди чужих» появилась пару месяцев назад. Губахинская молодежь решила, что их город не может существовать без юмористов. Наверное, месяца три мы думали, решали всю концепцию, стиль и образы каждого игрока. У нас у каждого свой образ. Есть несколько выходящих героев, персонажей, есть какие-то более универсальные игроки. Мы в общем и целом все разнообразны. Мы не пришли к общему. У каждого свое. Что каждый умеет отыгрывать хорошо. Дебют «Своих среди чужих» состоялся на открытом фестивале команд КВН на кубок главы городского округа «Город Кизил». В нем приняли участие 10 команд из Кизила, Губахи, Гремячинска, Александровска и Лысьвы. Давайте начинать! Несколько часов зрительный зал музыкальной школы не утихал от смеха. Зрители настолько зарядились энергией КВНщиков, что сами стали шутить. Сейчас я также смотрю со своими детьми КВН через телевизор. Правда, детей уже пять. Пока! Вот, шутка удалась. Так вот, и сегодня отлично посмотрел игру точно так же из зала. Так вот, с чего я начал. КВН удивительная игра. Она сближает семьи, сближает людей и сближает друзей. Спасибо всем за крутую игру. Для жюри выбор команд победителей был сложным. Все от «Мала до Велика» выступали на уровне. Первое место заняли самые смешные. Готовы? Да! Гремячинск! Опайки! Второе место заняла команда «Бэйджики» из Кизила. И третье место «Мятый район» из Лысьвы. Валерия Ермакова, Иван Худяков, Ветта 24. Во дворе тебя ждут одни неприятности, сказал большой черный кот котенку, когда узнал, что его зовут Гав. Но котенок, на мой взгляд, правильно поступил, что пошел их искать. А иначе как с ними потом справишься, если не будешь ничего о них знать? Полина Рифа сегодня тоже познакомит нас с неприятностями. Если вы считаете, что ваши проблемы – это уже чересчур, загляните в галерею «Уникум», и вы узнаете, что значит настоящие неприятности. А заодно, как из них выбраться, остаться живым и стать знаменитым. Галерея экспонирует графику нашего с вами соотечественника Исахара Берр-Рыбака. Ближний круг, правда, называл его проще – Захар. Родился Захар Рыбак в Российской империи на исходе XIX века, а называется серия его работ «Моя деревня» и посвящается родине художника. Или «Мое местечко» можно по-разному перевести. И это такие воспоминания о детстве, о юности, о тех людях, которые он встречал, о тех событиях, которые его окружали. То есть это в основном все такие повседневные истории жизни. Точищик точит, ножи и ножницы, свадьба в местечке, мороженщик, который в каком-то небольшом местечке детям продает мороженое, раскладывает. Как это выглядит, очень интересно. Местечка того уже нет и в помине, время стерло его с лица земли. Оно осталось только на листах бумаги, здесь же живые лица его соседей и родных. Пока существует литография рыбака, они продолжают свой путь в памяти людей. Отметим, что детства художника безоблачным не было. Он родился в бедной многодетной еврейской семье. Занятия рисованием родители не одобряли. Какие могут быть художества, когда на повестке дня голодное завтра? В общем, парню рассчитывать было не на что. Он рано начал работать. В жизни пробивался сам, но, легко сказать, пробивался. Нацвопрос тогда стоял остро. Так остро, что отец его погиб во время одного из погромов. У него такой сплав произошел, поисков каких-то конструктивистских и такого очень личного душевного начала, которое, в принципе, свойственно еврейскому искусству. Когда такая любовь к своему месту, к своему роду, к своим традициям, это всегда просто пронизано творчество еврейских художников. Потому что чем меньше нация, надо сказать, тем больше они уделяют внимание деталям именно национальным каким-то... Это свойственно не только, скажем, еврейскому искусству, а голландскому искусству, если мы вспомним. Поиск национальной идентичности – это, если хотите, попытка не раствориться в человеческом потоке. После революции новая власть очень быстро все, что относилось к авангарду, объявила вне закона. И Рыбак нашел прибежище за границей. На его манеру изображения повлиял Шагал. По одним сведениям, это огорчало самого Захара, по другим – не очень. Но за 38 лет отмеренной ему жизни он успел сделать многое. С увлечением иллюстрировал детские книги, был театральным оформителем, искал свой путь в искусстве, вел энергичную выставочную деятельность. Его народ бурной деятельности ему не забыл. Занеся имя своего сына, скрижали в благодарной памяти. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Искусство на кончиках пальцев. Только Лера Ермакова ни в коем случае не претендует на лавры культурного корреспондента, которые по праву принадлежат Полине Рифа. Это все тот же бьюти-бокс. Про искусство на кончиках пальцев. Не просто так я сижу с палитрой. Сегодня о трендах в маникюре. По-прежнему актуален ньют, а вообще цвет лака зачастую зависит от настроения. Несмотря на то, что ассоциация цвета «Пантон» провозгласила в 2021 году два цвета – лимонный, желтый и серый, последние две недели сохраняется тренд на зеленую палитру. Я связываю это с весной, первой зеленью, девушкам хочется чего-то свежего, и они начинают это с маникюра. Из кратковременных трендов – весенняя флористика. Цветы, сухоцветы и все, что с этим связано, выглядит очень женственно. Также набирает популярность стилизованный французский маникюр. Это вам не просто френч с белой линией улыбки, а всевозможный сюр на руках. Различные цвета, материалы, текстуры любого цвета фантазия, она ничем не ограничена. Летний тренд – дизайн личи. Есть такой фрукт – драконий глаз. И вот взяли стиль этой мякоти фрукта и наносит сейчас на маникюр некий такой летний фреш, так скажем. Абстрактный минимализм, импрессионизм, всевозможные мазки и брызги тоже имеют место быть. Есть определенные тренды и по форме ногтей. Например, липстик-форм или какие-то стилеты. Но мы настоятельно рекомендуем подбирать вам форму в зависимости от типа вашей ногтевой пластины. И настоящий профессионал подберет форму, которая подходит именно вам. Ноготочки мы уже подготовили. Леночка, что мы будем делать? Расскажи. Сегодня будем делать нашумевший тренд в маникюре – светоотражающий гейлак. Работающий по принципу отражения светового луча под определенным углом. Особенно ночью. Ночью даже. Цвет серебряный? Не против? Нет, не против. Давай сделаем. Ты видела похожий эффект при вождении автомобиля, когда свет фар направляется на дорожный знак, и вы увидели даже ночью. Вот такой бомбический эффект у нас получился в итоге. Тренды так часто меняются, что у женщин всегда есть возможность попробовать что-то новое. Не бойтесь экспериментировать, это так весело. Все, сегодня ночью пойду гулять, посмотреть, как отражается. Если у вас есть шанс сделать что-то для этого мира, ну пожалуйста, ну не пренебрегайте им. Даже просто улыбнуться кассиру в супермаркете – уже хорошее дело. Но на этом можно и не останавливаться. С донорством Даниил уже знаком, уже делал доброе дело. Просто так, решил помочь людям. А вот его девушка еще нет. Информация от волонтера для нее была нова и полезна. У нас в Перми это можно сделать на Лебедево, в дом 54. Это наша краевая станция переливания крови. Вы, как опытный товарищ, уже можете сопроводить. Ну и вот здесь небольшая информация о том, как подготовиться к донации, потому что это очень важно. В течение этой недели в Перми проходят донорские акции с организацией инфоточек на площадке Пермской краевой станции переливания крови и в торговых центрах. А 20 апреля открылась арт-выставка на тему донорства крови и ее компонентов в Центральной городской библиотеке имени Пушкина. На территории Пермского края подобные акции мы стараемся реализовывать один раз в 60 дней. То есть это то время, через которое человек, придя на станцию переливания, сможет повторно стать донором. Помочь нуждающимся издать кровь может любой житель Пермского края, у кого нет противопоказаний. Требования к донорам просты. Возраст от 18 лет, масса тела от 50 килограммов, хорошее самочувствие, отсутствие симптомов ОРВИ, отсутствие ВИЧ, гепатитов В и С. За прошлый год Пермской станции переливания крови удалось собрать более 20 тонн крови, которая оказалась жизненно важна, особенно в период пандемии. Около трех тонн собрали волонтеры. Их помощь медикам оказалась бесценной. Они им, безусловно, гордость переками. В Пермском крае акция уже традиционно подключила к участию не только волонтерских сообществ, но и людей, бизнес-сообщества, которые предоставили подарки для доноров, пришедших сегодня на станцию переливания крови, ну и, естественно, власти в лице Министерства здравоохранения и станции переливания крови. Оснащенность краевой станции переливания крови оборудованием и соблюдением всех мер безопасности в период пандемии лично оценил губернатор Приками Дмитрий Махонин. В ходе визита в учреждение глава региона пополнил число доноров в крае. Все врачи в защитных экранах, в масках, доноры, которые приходят, они тоже средства индивидуальной защиты. Я считаю, что это очень здорово. Культура сдачи крови на высоком уровне. По результатам независимой оценки информационной открытости и доступности организации службы крови в регионах, Пермская краевая станция переливания крови была удостойна знаком качества серебряного стандарта. А 80 донорам из Приками присвоено звание «Почетный донор России». Егор Тверетинов, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта». В прошлом апреле в это же самое время во все обсуждали, что мы все будем делать, когда мы все остались дома. Еще один плюс к тому, чтобы радоваться тому, что есть сегодня и прямо сейчас. Ну, и делать что-нибудь для того, чтобы было чему еще порадоваться. Да вот хотя бы новым кроссовкам на лето. Тоже повод. Радуйте себя и друг друга. Хорошего дня! В среду 21 апреля в Перми ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность 22%. Температура воздуха ночью около 0, днем 21 апреля до 15 градусов со знаком плюс.